Ко мнению Тимофея по праву можно считать одним из самых талантливых за счет огромного количества качественных модификаций и даже крупных проектов и конечно же не могло не обойтись без потерь в виде проектов которые так не увидели своего релиза так и оставшись в заморозке на стадии разработки скорее всего уже навсегда о таких проектах мы сегодня и поговорим на связи не клой а это пять проектов мафии 2 которые мы потеряли прежде чем мы поговорим о таких проектах я хотел бы отметить что наш канал приближается к отметке в 50 тысяч подписчиков которые я хотел бы добить до нового года если тебе нравится мой контент но ты еще не подписан то сделай это простое действие ведь каждая ваша подписка приближает меня к реализации большой мечты я очень на вас надеюсь и огромное спасибо если вы подписались про лайки и комментарии конечно же не забываем но и присаживаемся поудобнее ведь мы начинаем начать стоит с модификации которые не так широко известна в кругах российского комьюнити сейчас речь идет о неком dlc который разрабатывал пользователь ппк пенец совместно с командой mafia 2 edit на работу которого действительно возлагались немалые надежды сама длс и представляла бы из себя некую фанатскую версию историю генрида массина которая подразумевала бы более подробное раскрытие данного персонажа разработка фанатского dlc началась более чем четыре года назад основной разработчик ппк пенец время от времени выкладывал процесс разработки у себя на канале более подробно со всеми роликами с разных этапов разработки вы сможете увидеть на канале самого автора ссылку на него я оставлю в описании я же разберу последний тизер двухлетней давности и расскажу о различных фишках которые должен был включать в себя данный мод во первых у генри появлялась такая же возможность как и у вида покупать себе различную одежду в соответствующих магазинах далее авторы демонстрируют возможность поезд на такси причем с видом из салона а также поездку на метро то есть мод затрагивал тему вырезанного контента мафии 2 частично возвращая его в игру тему вырезанного контента автора также показывает нам восстановленную боевку с использованием холодного оружия одно из самых крутых нововведений мода были локации одна из таких к примеру кинотеатр точно не знаю но вроде как она восстанавливался самими авторами мода и выглядит он просто потрясно к тому же это не последняя добавленная локация мод должен был включать себя к примеру тут же подземку в дополнение автор показывал также маленькие отрывки некоторых миссий которые вы сейчас увидите на своих экранах к сожалению подробности сюжета dlc автор не раскрывал либо я просто плохо искал согласитесь мод выглядит довольно интересным и вполне даже доработанным однако я загвоздка в том что последний ролик по разработке dlc выходил аж два года назад и все что мы имеем слова в описании ролика когда это выйдет так и выйдет так вот это выйдет так и не настало по сей день и насколько мне известно разработка проекта на данный момент не продолжается пока я бы не стал на сто процентов утверждать что мод окончательно закрыт ведь мне самому хочется надеяться на то что он просто заморожен на время ну и говорить что его сто процентов стоит ожидать я тоже не стану посмотрим сможет ли команда мафия 2 эдит и ппк пенец вновь вернуться к разработке захотят ли они этого но к сожалению мы скорее всего прямо сейчас теряем один из самых глобальных и интересных модов для мафии 2 мультиплеер ох уж этот страдальный онлайн режим для мафии 2 не мне вам рассказывать о том сколько взлетов и падений пережил мультиплеер прежде чем погибнуть полностью обо всем по порядку изначально основным являлся мафия 2 мультиплеер про который я кстати рассказывал в одном из своих роликов сверху подсказка так вот вкратце задумка очень заинтересовала игроков однако по факту мы получили просто ужасно по качеству онлайн режим с кучей багов недоработок и ошибок мультиплеер был попросту не играбелен а потому из кривого мафия 2 м.п. люди начали уходить начали закрываться и сервера если на релизе их было пруд пруди на мультиплеер возлагались огромные надежды то сейчас найти работающих сервер будет настоящим чудом поскольку практически все они на данный момент закрыты и может быть один какой-то там работает это не факт владельцы серверов разочаровывались столь быстром крахе мультиплеера мафии 2 а потому кто-то уносил ноги а кто-то брался за разработки собственных проектов и сейчас поговорим о паре таких 1 мафия 2 plus не сервера а отдельный полноценный мультиплеер для мафии 2 заявивший о себе и даже открывавший закрытое тестирование в 2019 году пожалуй это был один из самых перспективных проектов мафии 2 чуть ли не за всю историю но эта история как началась в 2019 так там и закончилась и по сей день спустя почти четыре года мы так и не увидели релиз мафия 2 plus 2 уже сервер по мафии 2 даже с отдельным лаунчер мафия 2 нсрп сервер собрал вокруг себя небольшую фан базу любители рп отыгровки и очень удачно функционировал многие годы лично я даже успел провести несколько стримов пару лет назад поиграв на данном сервере но проблема все та же что и у мафия 2 мультиплеер уча ошибок и вылетов ну а также здесь попросту нечего делать сами разработчики нсрп не торопились все фиксить точнее их даже это не интересовало поскольку играла в их проект очень мало человек а расширение на широкую аудиторию них попросту не интересовал вот так разработчики тупо не хотели развиваться концу 2021 по моей информации для мода готовилась достаточно крупное обновление но в 2022 по неизвестным причинам проект неожиданно для многих закрывается паблики ребят сейчас нельзя даже комментировать посты также нет и возможности зайти на сервер опять же по слухам один из разработчиков все же пытается вернуть проект жизни уже под другим названием но какой от этого тут идея мультиплеера проваливается уже почти десять лет кучу проектов закрываются практически не начавшись получим ли мы играбельный онлайн режим в будущем непонятно но к сожалению стоит признать что столь перспективная идея многопользовательского режима канула в лету в 2015 году на канале некого андрашия было опубликовано видео с названием мафия 2 зомби мод и как сейчас помню я был одним из тех кто увидев возможности данного мода сразу же захотел его скачать но по всей видимости это были лишь какие-то наработки поскольку ссылки на мод автора нигде не указал судя по кадрам у данного проекта была небольшая сюжетка видео скорее всего отражена какая-то часть с самым началом распространения вируса франческо с дробовиком в руках всячески пытается отбиваться от живых мертвецов пытаясь спастись выглядело это действительно интересно помимо этого в моде также была показана возможность использования багажника и смененная отдача оружия а также бешеные жители которые выполняли роль зомби а самом конце нас порту спасает генри ну согласитесь если бы автор мода продолжал идею его разработки то получилось бы просто конфетка но на деле с 2015 года фанаты так и не увидели ни одной версии мода а версия с ролика так и осталось при авторе а очень жаль поскольку на тот момент тема с зомби была очень популярна мод действительно мог выстрелить а теперь вряд ли автор одумается спустя почти 8 лет и вновь возьмется за разработку черт подождите что 2015 был почти в 8 лет назад и убан перенос той или иной части мафии на мобильные устройства можно ровно также назвать многострадальной истории как и мультиплеера затрагивать проект по переносу первой части на мобильные устройства я не буду поскольку хоть проект mafia pocket edition несколько раз закрывался и вновь открывался сейчас он находится на стадии активной разработки и у него как никогда больше шансов приблизиться к релизу если вы хотите следить за новостями данного проекта то ссылка прилагается но сейчас я хотел бы рассказать о проекте по переносу мафии 2 на android работа над данным проектом началась в 2018 году и закончилась 2019 за это время разработчики успели выкатить и лишь очень сырой и кривой билд но с отмечу довольно неплохой картой empire bay но багов было просто тьма тьмущая видимо это поняли и разработчики которые не ожидали таких трудностей при начале разработки над проектом и видимо решили попросту опустить руки все бросив и закрыв проект на данный момент даже поиграть в тот самый билд у вас не выйдет ведь найти его практически нереально пока не слышно ни об одном правдивом проекте который бы переносил мафию 2 на android оно и понятно ведь такую крупную игру перенести будет очень проблематично а потому как бы нам не хотелось поиграть в мафии 2 на телефонах эта идея скорее всего так и останется лишь в списке наших хотелок последний проект о котором я хотел бы упомянуть в своем ролике самый старый из всех представленных поскольку первое упоминание о нем было аж 10 лет назад а представлял он из себя перенос второй части мафии на движок первой части сейчас вы видите отрывки переноса некоторой части игры полную версию вы сможете увидеть по подсказке вверху и ссылки в описании однако все это добро так и осталось в заморозке уже как более 10 летний хотя судя по видео ну почти все было готово однако релиза проект так и не увидел однако спешу вас обрадовать ведь аналог данному мод совсем недавно начал разрабатываться под названием mafia restored edition проект потихоньку выпускает посты и но сроки ребята пока что не ставит проект не так популярен и как интересный факт его делает один из участников команды mafia 2 extended edition будем надеяться что у разработчиков restored edition рано или поздно получится завершить работу над своим проектом однако пока что загадывать что-либо рано будем следить за новостями но тот самый оригинальный проект по переносу мафии 2 на движок первой части десятилетней давности мы к сожалению утратили раз и навсегда что же мафиозники в данном ролике мы обсудили 5 проектов мафии 2 которые мы потеряли благодарю тебя за просмотр и если ты знаешь о других перспективных проектах серии мафия которые так и не сыскали своего релиза то обязательно пиши об этом в комментариях конечно же не забываем о цели в 50 тысяч подписчиков только ты и никто другой может не в этом помочь про лайки репосты и комментарии конечно же также не забываем ну а на связи был как обычно не клай всем удачи всем пока а